Приветствую вас, ситуация конечно непростая, но в ней как и в общем-то в любой другой можно найти плюсы и можно найти выход в игры из неё. Первое, что мне хочется вам сказать, это то, что вот именно мотив, повлиявший на вас с той точки зрения, с той позиции, если угодно, что нужно залезть в машине в телефон, требует рассмотрения. Потому что всё хорошо между вами, всё хорошо у вас, ну вроде как. То есть мужчина вроде бы как оттепеняется, вроде бы как мужчина строит с вами какое-то уже совместное будущее и так далее. То есть всё это есть. Казалось бы, всё здорово. Мужчина не даёт никаких поводов и так далее. Казалось бы, но вы залезаете к нему в телефон, всё равно. Причём, заметьте, я вас не обвиняю. Абсолютно. Мне не зачем вас обвинять. Займите. Я просто хочу, чтобы вы на это, на то, что залезли в телефон к мужчине, обратили самое пристальное внимание. Потому что это очень важно, очень важно, что заставило вас, почему заставило вас так поступить и так далее. Вот попробуйте, попробуйте об этом подумать для начала, просто для начала хотя бы. То есть без обвинений каких-то в свой адрес и так далее. Обвинения не нужны. Что сделано, то сделано. Вы правы. Поэтому обвинять себя, это гиблое дело, бесполезное. Абсолютно ничего вам не дающего. Нужно не обвинять себя. Нужно постараться увидеть, что за этим стоит. Недоверие все-таки по отношению к мужчине или может быть что-то еще. Сомнения, может быть страхи какие-то. Ну ваши, именно ваши страхи. Вот. То есть все вот это нужно как следует проанализироваться. Если вы хотите понять, что за этим стоит. Если, например, если, например, вы мужчине своему не доверяете, ну вот в принципе, да, по какой-то причине. Вы ему не доверяете. Значит, есть повод. Значит, мужчина вас не убедил в том, что ему можно доверять. И эта ответственность, она его, а не ваша. Понимаете? Дальше идем. Следующая мысль и следующий пунктик заключается в том, почему вы выбрали мужчину старше себя на 9 лет. Это довольно серьезная равнице возрасте. Это всегда в некоторой степени, в некоторой степени отношение с отцом. Понимаете? Ну, недолюбленность может быть со стороны отца. А потребность какая-то вот в таком мужчине, да, более старше вас. И так далее. И с этим тоже нужно разбираться. Ваш выбор по какому мужчину и согласие с ним на свободные отношения тоже чем-то обусловлено. И нужно понять чем, если мы хотим иметь адекватное представление о том, что с вами происходит. Почему вы согласились с мужчиной на такого рода отношения? Не скажу, что унизительные для вас, но как минимум не самые выгодные, не самые безопасные. Ведь чем-то это продиктовано, да? Далее. Далее. Смотрите. Вы говорите о том, что ребенка хотели бы полноценной семье видеть. В общем и целом, я вас поддерживаю, считаю, что вы правы здесь, но вы послушались мужчину. То есть вы не стали продвигать свою модель поведения, вы не стали продвигать свои интересы. Мужчина вам сказал, что никаких абортов, все будет нормально и вы его как бы послушали. Но он вам гарантий не дал. Он не сделал нам приглашение, он не объявил о помолвке с вами, что как бы показывало его намерение быть с вами. И возникает вопрос, почему вы согласились на это? Ну, вы могли бы ему сказать, хорошо, если ты нам не женишь, давай я сейчас сделаю аборт. Вот. И потом, когда ты будешь готов оформить наши отношения или будешь готов более близко взаимодействовать. И опять же беременеть. Проблем никаких с этим не будет. Можно было так здесь сделать? Можно было так сделать. Но вы так не сделали. И вопрос заключается в том, почему. Следующий момент. Дальше момент касается того, что вы чувствуете друг к другу. То есть не совсем понятно, любите ли вы его, не совсем понятно, любит ли он вас, мужчина. Ну, вообще, здесь умеется говорить о вас. То есть здесь умеется говорить о том, насколько вы любите мужчину, потому что речь-то идет о вас. Вот. То есть у вас были свободные отношения, в которых любви, как я понял, не было. Но за любовь вы ничего не говорите. Вот. Ну, кроме того, мечтали выйти замуж и чтобы ребенок рос в полноценной семье. Кстати, а зачем? Откуда такие мечты? Откуда мечты о замужестве, о том, чтобы ребенок рос в полной семье? Откуда такие мечты у вас? С чем они связаны, эти мечты? Для чего вам это? Это тоже важно, на самом деле. Потому что это говорит о ваших потребностях, которые есть именно у вас. Дальше. То, что сделал мужчина, а он, в общем-то, лишь только показал, что по-прежнему вас не любит, и чувства к вам у него не появились, даже не изменились. Они как были на том уровне, что позволяли вам иметь свободные отношения, так и не остались. Просто теперь мужчина берет на себя ответственность, в некоторой степени за вас. И все. Но по факту, по сути, ничего не меняется. Медвами. То есть теперь появился брат и ребенок, которому нужен, видимо, отец, ну, по мнению мужчины. И он собирается быть с вами. Но любить-то он вас не стал больше. Да и вы, если честно, тоже непонятно, любите его или нет. То есть, ну, вы не пишите о том, что у меня появились чувства к нему, например, и так далее. И получается, что мужчина воспринимает вас как кого-то, кто нуждается в его ответственности, в его пребывании рядом. Если угодно, ну, если можно так сказать, в его пребывании рядом. И все. Больше, больше никаких проблем нет у мужчины. Но в некотором смысле проблема есть у вас. Почему? Потому что вы ждали, что мужчина без любви, то есть, ну, без наличия любви, скажем так, будет вам верен. А это в некоторой степени наивная позиция, потому что, ну, так не бывает. Человеком управляет эмоцией, управляет чувством, управляет желанием, в конце концов. И мужчина мог бы, знаете, мог бы вести себя с вами так, как он вел бы себя с любимой женщиной, но только при условии, если бы у него к вам были чувства. А если чувств нет, так вообще на что вы рассчитывали? Почему вы считали, что он будет вам верен? Понимаете? Вот в этом и заключается по большому счету проблематика. О которой я вам пытаюсь сказать. И почему? Давайте подумаем. Давайте подумаем вместе. Вот как вы сами считаете, можно ли от человека, который вас не любит и не любил изначально, который можно сказать с вами только из-за ребенка, можно ли требовать от него каких-то... ответных реакций. Ответных реакций. Понимаете? Вот подумайте об этом. Для себя. Если вы скажете, что можно, если вы сами скажете, что да, можно, да, я могу требовать, то тогда вам нужно взять и с ним поговорить. Как мужчина. Потому что... По-другому не получится. Понимаете? Понимаете? По-другому вы свою обиду... Но она никуда не денется. Обида. Рано или поздно. Рано или поздно вы ее выплесните на кого-то. Рано или поздно вы ее выразите на кого-то. Понимаете? И... Как бы... В этом случае, в этом контексте, я думаю, это только дело времени, когда вы удержитесь. Есть еще и такой момент, что ведь если ребенок появится на свет, то на него это будет оказывать давление существенное. Существенное давление, что вы обижены на отца. И ребенок такой будет несчастным. Если же вы считаете, что требовать от мужчины, который вас не любит и в любви не признавался, подобного отношения не стоит, тогда, я полагаю, вы сами расстанетесь и, соответственно, либо оставите ребенка себе, либо сделайте аборт. Это, в общем и целом, самая будет адекватная реакция и по симпозиции по отношению к вам. По отношению к вот этой ситуации в целом. Потому что, значит, верит человек, верит человек, он вам не обещал, что не будет ни с кем кричаться. Знаете, он вам не обещал. С этой девушкой связь может быть, он действительно не поддерживает. То есть, может быть, это другая девушка, не та. Вот вы же говорите, да, что очень давно, когда мы с моим руководителем, он сказал, что у него есть девочка, которая его любит. Вчера я спросил, а не подвергивает ли он с ней связь. Он сказал, что нет, потому что, как бы, есть я и все уже решено. Он не сказал, что вас любят. Он сказал, что есть вы. И, может быть, ни с кем из бывших связь не поддерживает. Это правда. Но эта девушка вполне может быть не его бывшая, по мнению мужчины. Она вполне может быть кем-то другим. Поэтому еще о лжи, о лжи, здесь можно и нужно разговаривать. Ну, просто потому, что не факт, что мужчина вам лгал. Не факт, что мужчина вам лгал. Ну, значит, постарайтесь со всеми этими моментами разобраться. И тогда вам можно будет помочь. Ну, то есть, вот. Пока. Рекомендации. В общем, пока. Пока. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.